Магазин VEMOS представляет широкий ассортимент нумизматики, фалеристики и антиквариата. Продажа-покупка монет, альбомы, планшеты, каталоги. VEMOS, улица Республики 75, 2 этаж. Сегодня будет обзор необычный, впервые я расскажу о золотой монете. Это золотые 2,5 доллара США 1926 года с изображением индейца. Скажу больше, эта монета сейчас находится на реализации сайта партнера, ссылка под видео в описании. Теперь немного истории США 1926 года. В 1926 году страну возглавлял 30-х президент США Келвин Кулледж-младший. В сводке газет-перстрелий лучшего президента не знала Америка. Особенностью его политики было невмешательство государства в финансовую систему страны. При Келвине Кулледже индейцы получили полноправное американское гражданство. 20-е годы это годы бурного процветания экономики США. Годы были ознаменованы как бурлящие 20-е. Середина 20-х это рост спекуляций в США. Строились заводы, открывались фабрики, производилось все. Тогда символом Америки был Генри Форд и его автомобили. Завод Форд работал без остановки и в 1926 году выпустил в год 1 миллион автомобилей. При средней зарплате рабочего в 1300 долларов автомобиль марки Форд Тесс стоил тогда всего 300 долларов. В те годы автомобиль уже не являлся предметом роскоши. Если денег не хватало, банки заманивали кредитами. Кредиты брали миллионы людей. В те годы торговать на бирже было модно. Именно в 1926 образовался долговой мыльный пузырь. В общем Америка танцует джаз. Экономический бум впоследствии приведет к кризису перепроизводства. Крах фондовой биржи случится в 1929 и положит начало Великой Депрессии. Соединенные Штаты в 1926 году постепенно увеличивали золотой запас и чеканили золотые монеты. Тираж которых постепенно увеличивался. Рассмотрим аверс и реверс нашей золотой монеты. На аверсе изображен бюст индейца, по бокам которого 13 звезд, что соответствует числу первых штатов. Сверху круговая надпись Liberty. Внизу год чеканки 1926. Под годом монограмма дизайнера монет Белла Леон Пратта. На реверсе находится белоголовый орлан, символ США, держащий в когтях пучок прутьев и оливковый ветвь, символизирующий национальное единство. Вверху расположена надпись United States of America. По бокам девизы E pluribus unium, что означает на латыни из многих единое. И in God's way trust мы уповаем на бога. Внизу номинал 2,5 доллара. Техническая информация монеты достаточно интересная. Обратите внимание, что данный тип монеты чеканился с 1908 по 1915 и с 1925 по 1929. Разрыв был связан, конечно же, с Первой мировой войной. Номинал монеты у нас 2,5 доллара. Металл 90% золота. Масса у нас 4,18 грамма. Мы видим в скобках показано, сколько это в унциях. Диаметр 18 миллиметров. Тираж на то время это был достаточно большой, но после Великой депрессии 1929 года много монет было изъято у населения и переплавлено. Сколько находится у нумизматов на руках, неизвестно. Монетный двор, чеканивший именно эту монету в Филадельфии. По международному каталогу Крауза вы сможете его найти под номером 128. Ну, соответственно, год чеканки 1926 в качестве пруф монет не выпускалось. Что касается цены, главное, что нужно сказать, то, что основная часть монет находится в США. Если вы захотите купить такую монету, то вряд ли вам продавец ее отправит в Россию. В России таких монет немного, поэтому она считается нечастой. В США на популярных аукционах такая монета стоит около 400 долларов. Цена в слабе незначительно отличается от монеты без слабы. В этой таблице указано продажи монет в слабах с последних торгов. Если вам понравился обзор, ставьте лайки. Ссылка на сайт и партнеры в описании. Всем пока!